Хотел спросить у вас про Вову, узнать хотел, про Володю побольше. Володи нет, там у нас занятия окончены, людей провожают. Понятно, понятно. Как ваше здоровье? По милости Божией. Ну, во Христу, да. Хотел спросить, я крестился в Казани, в Казанской Божьей Матери, в соборе. Так, еще там было. Ну, вот он с неполным погружением получается. А, неполное погружение. Это и не крещение. Крещение переводится в погружение. А погружения не было, это фальшивка. На сто процентов. Все ясно. Никогда такого крещения не было. Каноническое правило 50-е. Кто так делает, их извергает из сана. Он уже не отец Иоанна, а Ванька проходящий. Понятно, понятно. Так, что-то еще хотел спросить про церковь. Так, ну, она находится в километре от нас, церковь. Как часто можно ходить в нее? Вот каждый день? Вот мы сейчас закончим разговаривать. Я вам скину оглавление в моей книге. По оглавлению вы любое толкнете. Допустим, крещение. Откроется текст про крещение. Бородобрить. А почему бороду нельзя брить? Толкнешь только и сразу узнаешь. Ага. Я вам скину все. Все понятно, понятно. Ага. Ну, что, Игорь Тихонович, вы там пост соблюдаете. Вам желаю Господнего здоровья и всего остального. А вы еще пост не соблюдаете? Не, а я вот только вот, ну, как бы хочу в это все войти. А вы где живете? Надо начать библию читать. Привозком крае, город Находка. Я хотел спросить еще про город Находка. Вы говорили, что вы, ну, все эти миссиянские поездки делали, в город Находка вы заезжали. Там у вас в библиотеке мои книги, 38 томов. В городской библиотеке города Находка, да? Да, именно так. Там фотографии мы, все это. Ага. А вот, вы знаете, такой какой-то центр Фокина. А, Фокина, знаю, знаю, знаю. Но это далеко от Находки. Это 10 километров и 20. Ну, понятно. Там была женщина, библиотекарь такая, видна из себя. Вышли, она говорит, а можно я вас поцелую? Фотографировались. Мы когда были. А потом мы вернулись домой и проехали уже до Лиссабона, Португалия. Потом в Скандинавию прошли, Прибалтику, Север и Турцию, Юг. 650 остановок было. Ясно. Я это все знаю. Я просто хочу, чтобы вы побольше выкладывали видео у вас с этим, с едой. Как у вас там сейчас пост идет. А что пост? Вы увидите, сегодня вот я выставляю, как я причащался, причастник был. Вы увидите, какой у нас порядок в церкви. Я в интернете нигде такого не видел. Это Господь так сделал. У нас полная тишина. Ни хождения, ни с деньгами, ни с тарелкой не ходят, ничего не продается. Только молись. Молись и простирай руки к Богу. Ага. А еще хотел спросить, а можно ли не носить крестик? Не обязательно же это, крестик носить? Вот. И он надевается при крещении. Ага. А так я не имею права его надевать, да? Ну, такое принято обычно. Почему? Все можно делать, но только по закону. Надевается при крещении, когда человек получает новое имя. Делается христианином. Вот у нас нынче будет 12 июля крещение. Отовсюду мы сообщаем людям. В озере будет бесплатно. Ну, я понял. А когда вы по терятку поедете? Вообще, когда в апреле или в мае? Я в июне еду. 10 июня. У меня день рождения как раз. А Володя едет раньше. Сейчас набираем команду ему. Там снег надо в траншеи пробивать, в воду пропустить. Иначе разорвет плотины. Снегу нынче было ужасно много. А я это видел постоянно. По новостям передают. Алтас как раз заметает. Да, да. Я знаю. Так, Гнат Тихонович, ну все, давайте разговор заканчивать уже. Пожалуйста, пожалуйста. В следующий раз еще созвоним. Я сейчас скину вам материал. Ага, хорошо, хорошо. Нет, не отходите здесь. Дай вам поздно. Ну, вас Андрей звать, да? Да, да, да. Андрей означает храбрый в переводе на русский язык. Это еврейское имя. Вот таким будь храбрым. Бритву сразу выброси. Выброси бритву. Сразу пост исполняй. Пойди в церковь, в съезде. Исповедуйся. Не надо ждать, потому что смерть не за горами, а за плечами. Согласен, согласен. И православная церковь. Кто знает, кто знает, кто знает, сколько. Никаким сектантам, еретикам никогда не ходите. Нет, 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 никогда. Ну все, с Богом, Андрей. Я христианин православный. Храни вас Господь. С Богом все. Сейчас я скину, да. До свидания, Иван.